Я писала много о Семенченко, его разоблачала и за это получала угрозы. И вы там упоминали тоже на черном зеркале этого человека, но все-таки я так и не поняла, в каком контексте он мог бы прозвучать в вашем будущем фильме и его роль в Иловайской трагедии, по вашей информации, какова? Но здесь самая элементарнейшая штука. Решение об наступлении в Иловайск принималось в здании Днепропетровской, почему-то в Днепропетровской обл. администрации. Вел это заседание не военный человек, а заместитель Коломойского замглавы обл. администрации господин Корбан. Он собрал командиров добровольческих батальонов и сказал, что они должны войти в Иловайск. Семенченко, Береза, Филоненко и Белецкий приняли подобное решение. Они решили обработать разведданные, и после обработки разведданных оказалось, что Иловайск это не место, где там находится 50-60 человек боевиков, а абсолютно в течение 4 месяцев укрепляемый район. Вы говорили о цементном заводе. Да, 4 месяца там работал цементный завод. Куда он готовит. И, скажем, на этом совещании удалось уговорить командиров добровольческих батальонов. А когда пошли в наступление, и когда командиры Азова и Шахтерска увидели, что они идут на бойню, они сказали нет. Уберегли людей. Да. Мы не поведем людей в мясорубку. А Семенченко и Береза повели своих людей в мясорубку. Они завели этих людей в центр города, который гостеприимно открылся, а потом закрылся. Открылся, да. Как мышел. Для того, чтобы закрылся. И после этого командир Семенченко получает очень смешное ранение. Тогда исчезает. Да нет, он, по-моему, еще до этого получил смешное ранение. Нет, 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 нет. Это он там получил. Он в Иловайске его получил. А в Иловайске было 3 захода. Вот он зашел. Он перед тем, как кольцо закрылось, по-моему. Нет, нет, конечно, перед тем, как кольцо закрылось. То есть вот в течение там полутора недель войска стояли в этом центре. И там он получил ранение, после чего он получил возможность выйти из этого кольца. Там, безусловно, там очень многое говорилось о деньгах. Очень много говорилось о деньгах. Я не мог, конечно, выносить все эти вещи на... Да вы в этой записи, которой вы обладаете о деньгах или где? Нет, это уже в разговорах непосредственно с командирами. Что было предложено для мотивации командиров добровольческих батальонов по 300 тысяч долларов. И что Белецкий такие... Сначала люди Белецкого взяли эти деньги. Ну, Белецкий, когда увидел, что тут бойня, он возвратил эти деньги... Вот это я впервые смотрю. Ну, это, скажем так, я не могу 100%... Ну, скажем так, слух такой, да? Это не то, что слух. Об этом говорят командиры, как абсолютно норм... Которые отказались. Да, как абсолютно нормальном факте. Но, безусловно, никакого материального подтверждения этого нет, потому я не стал об этом говорить. То есть премия в 300 тысяч долларов была обещана каждому, кто согласится в своих листах. Командиру батальона, да. Командиру батальона. Ну, и в итоге мы знаем, что почти 100 человек в плену, очень много людей погибло. Но командир, который несет ответственность за жизнь и здоровье этих людей, он получил награду. И теперь он уже народный депутат. Можно сказать так. А вы тоже теперь народный депутат? Нет, нет, я не прошел. А какое ваше место? У меня 31-е, 34-е или 35-е место. Я не знаю. Для меня это абсолютно не составляет формат огромнейшего переживания, потому что я занимаюсь политологией. И то, что меня включили в список, само по себе было, ну, такое, скажем, можно сказать, там, неожиданностью, невостребованной мною.